Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались перед главой муниципалитета в проделанной работе. Подробности в сюжете моих коллег. С 20 по 26 ноября в межмуниципальное управление МВД России Люберецкое поступило 2205 обращений. На территории обслуживания ведомства зарегистрировано 195 происшествий и 18 преступлений. Убийство одно на бытовой почве, причинение тяжкого вреда, здоровье одно, краж 8, наркотиков 3, мошенничеств 3, дорожно-транспортных происшествий 173, посадравшими 1. Основной темой докладов сотрудников управления ЖКХ и дорожного хозяйства стал первый обильный снегопад. На борьбу с зимними осадками вышли все управляющие компании и дорожные службы. Но тем не менее в округе есть места, которые нуждаются в срочной очистке от снега и наледи. Малаховка со стороны улицы, Южная, Рельсовая, ситуация одинаковая. Это в том числе будет у нас и улица Инициативная, наша станция Люберце-1, где сплошной каток. Ряде автомобильных дорог необходимо произвести до вывоза снега. Еще ряд автомобильных дорог требует уборки ввиду закостенелости этого снега и чтобы не образовалась колейность. Насыщенная культурно-развлекательная программа ждет Люберчан с 1 декабря. В округе стартует губернаторский проект «Зима в Подмосковье». В эту пятницу состоится открытие центрального катка на Звуковой улице. А уже на следующий день там пройдет гала-шоу Илья Вербуха. Начало развлекательной программы в 18.00. Начало гала выступления в 20.00. Приглашаем всех желающих провести первый субботний вечер вместе. Но это еще не все. 2 января 2024 года в Люберце приедет коллектив прославленной фигуристки Российской Федерации Татьяны Навки со своим специальным представлением на льду. Мероприятие состоится также на центральном катке. В конце встречи участники совещания узнали об успехах люберецких спортсменов. На прошлой неделе они приняли участие и завоевали призовые места на 14 всероссийских и региональных соревнованиях.